В общем, у нас здесь у Мармока новый VR, как я понимаю, Сужен Симулейшн 2, когда хирургам скучно. Видимо, это будет там операция над человеком. Когда-то у него был такой видос. Ну, типа такое, что-то он делал туда-то. В общем, погнали, посмотрим. Мне кажется, будет интересно. Схлати его за руку и на вытянутой руке оставь его. Они еще вместе играют? Схлати за руку и просто вытянут. С-с-с-с... Аркашей. Держишь? По команде. Да, держу, держу. Аркаша. Нет, нет, это другая идея. Ты будешь его разрывать? И кто первый оторвет, тот и проиграл. По одному разу. Они точно правильно играют? На руку ему. Думаешь? Нажми S один раз. Слушай, мне вообще кажется, что хирурги немножко не тем занимаются. Ну да. Развлекаться как хирургам. Сущая глупость. Аркаша, сука, мы его теряем. Желтый шприц. Я рукой заткну бред. Запивай. Твою мать. Не получалось. Нет шприца. Дебильное оружие. Скоро будет новогоднее? Да, я думаю. Ну не, была новогодняя, да? Да, да, да. Он ее просто поставит. Ну, будет хорошо. Парарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Мне нужно это тяпнуть, можно дать. Что за бред? Пончик. Она в телевизоре. Я хочу карту взять, вот эту вот. Она в телевизоре. Ты дошел до двери с ключом? Пончик. Да, а дверь открывает с помощью удостоверения. Она наверняка где-то здесь. А, это рисунок. Да, да, я говорю, в телевизоре. Вперед, вперед. Алло, будешь? Алло, будешь? Алло, алло. О, нашли друг друга. Будешь? Давай возьму. Пирог. Желе. Слушай, это точно операция? Молодцы. Это моя желешка! Это моя желешка! Я вызываю тебя на дуэль. Я тебя уничтожу нахер. Все, все, все. Пощечная дуэль. Тут большая красная кнопка. Не надо. Жми, жми, жми. Ты в игре. Кажется, это кнопка паузы. Мне не дает покоя эта кнопка. Я хочу... Я думал, зависла. Я думал, кто придет. Большая красная кнопка. Здесь. Забудь. Забудь. Вообще похер. А вдруг я нажимаю на эту кнопку, и где-то в мире погибает один человек. Ого. Ой, весь такой фильм. И шуми чаще. Вот такую кнопку, потому что кто-то погибает, буду наживать. А то, что нажимает, ему предлагают деньги большие. Меня не отпускают на пенсию, черти. О, это. Возраст они повысят. Как это называется? Я свою челюсть не могу найти. Кажется, ему что-то сломал. Изнутри что-то сломал. Нет, это государственная больница, так что мы тут работаем над чистым энтузиазмом. Сколько заплатил, то и получил. Ну, держи. А что, у них рабочая рука только одна? Боб, ты не раздумываешься. Левая, леворукие. Мы за тебя распишемся, сейчас все мы это решим. Какая-то хуйня будет двигаться на счет. Тихо, эта женщина говорит, что нам нужен диагностический сканер. Мы не можем лечить Боба, потому что мы не знаем, что у него болит. Нам нужно найти диагностический сканер. Мне кажется, Боба уже все. Сканера нет. Так я говорю, нам нужен какой-то сканер. Ну, давай как в России, давай угадаем, что у него болит. Где голова? Ты к ним пальцем просто. Давай, Энники, закроем глаза. Шталочку. Давай. Энники, беники, ели вареники. У него дверь болит. А. А я думаю, голова. Как все легко решаемо. Предохранители, давай запустим эту машину. Все, ставлю, все. Я поставил предохранители. Мозги лежат просто. Сука. Смотри, теперь все работает. Опа. Выходи, давай. Так в смысле? Я в другую сторону, в другую сторону. Все, все, все. Ты мой хомячок. Да, как хомячок. Ебок. Но я все равно не могу идти в любом состоянии. Долбаем. Третья. Нет, ты сидишь. Выпусти меня. Я не полностью поиздевался. Руки, ноги лежат. Интересно, можно человека оживить вообще или нет? Я не уверена. Давай. Давай, вставай. Рукой через руку, давай. Давай, давай, давай. Получилось? Сам выбрался. Получилось? Посмей только сказать еще, что я тебе руку помощи не предложил. Спасибо за руку. Я буду тебя светить. Какой-то хуй. Так странно. Мы должны... Странно, но рукой постоянно обозреться. Да, да, левой. Вторая задница. Ты не знаешь, что у него болит. Именно поэтому мы должны выложиться на все 100% он будет мне светить. Я херую знаю, что у него там болит. Я ему свет не держал, как ты мне уехал. Как ты предлагаешь его лечить, если ты знаешь, что у него болит? Мы должны сами догадаться, что у него за болячка. Как понять? Возможно, здесь есть компьютер. И там написано, чем он болел. Кто его яички-то нас щупал. Ну, давай. Это очень ценностюм массы, да? Всего, я тебе говорю, 75% ставлю на то, что... Что сердце? Нет, что это все, что угодно. Истинный врач. Просто вот прям гениальный диагноз. Все. Подкалывай, я подкалываю. А он точно эту руку отпилил? Руку откалываю. Очень пилите. Да. На сверху кожу натянулись. А куда положить руку, чтобы дверь открыть? Гарди, ты там же... Да вон туда. Вот они... А нахуй мы руку... Подожди, а если... А если суть игры не в спасении человека, а наоборот расчленение, и по частям собирать им куда-то... Это черные хирурги. Черные тросплантологи. Вот хуярили. Подожди. Я думал, что... Я думал, что... Это морг вообще может. Рука и нога. Я думал, ты знал. Я думал, ты знал. Просто руку. А зачем рука? За меня не держи, а? На хер с ним? Придется ногу отпилить? Слушай, давай рывок нахуй ты пилишь. Отрывай сразу. В очереди трогай. Один ключ есть. Пошли за вторым. Давай второй отпилим лучше. Да, давай пилой лучше. В жопу этому. Пилой в жопу давай. Я предлагаю тебе пилить аккуратно, но... Да не руку, дебюк. Не руку. Ногу, ногу, ногу. Привычка. Привычка, да. Ха-ха-ха-ха. Господи, Боб, за что мы так с собой? Жесть. Хорошо, что есть запасной пилот. А ты на автомате летай иногда, блядь. Как в свою руку. Как новенький, смотри. Только без ног. Без руки. Самое опасное, что рука ему должна была, блядь. А че? Все, сейчас дверь откроется. А че мы ему не вернем руку-то? Еб твою мать, она же гниет, блядь. Рука гниет. Она гнила. Она гнила. Все тело гнила. Да, смотри, она гнилая. О, прикольно. Нормально. Нормально. Не знаю, отходит. Думаешь, не заметит. Совсем незаметно. Здесь имеет ногу. Выдернул вместе с очком. На мой сёк. Не, это морг. Ты никакая... Не, называется шхирургия. Не последняя, это толстая кишка. А тут есть она, кстати. Как хирург? А я в грудной клетке. Я просто вот... Как в Mortal Kombat. Сейчас же я просто достану. Какой-то странный набор органов. Ебал. Он очень ограниченный. Я пока принесу эту кишку. Я брошу тут. Она стерильная у нас просто. Очень стерильная. У нас все стерильная. И мыши, и тараканы у нас все стерильные. Как че у тебя там? Нога и тонкая кишка. А нога левая? Нога левая. Слушай, давай. Давай без шпицов. Чисто разберем и вставим. Давай, давай. Мы голову вырвали. Там еще чуть-чуть потеряли крови. Готов? Сейчас, нет, Куся. Пока. И новый стайл. Что? Не прижилась. Отпала, блядь. Не прижилась. Откатилась туда. Блядь. Градусник мне ванусник. Где шприцы? А почему она отпалась? Шприцы. Почему? Да поставь ее, блядь. Да он ногой меня держит. Я за глину. Держит ногой. Меня держит ногой. Все, все, все. Не приживается. Она падает. Она не держится. Давай другую, давай другую, давай другую. Все, все, все упало. Вообще развалился. Жесть. Спасибо всем за просмотры, друзья. На этом, пожалуй, все. Это были самые яркие моменты, которые мы испытали в Surgeon Simulator 2. Спасибо вам за просмотр. Здесь был гребаный Мармок. И увидимся в скором будущем. Кстати, подсчитывайте лайв-канал. У меня еще остался материал по этой игре, который я, ну, хотел выбрасывать. Уже вышел. Но, возможно, он вам зайдет, поэтому я залью его на лайв-канал. Если не запчем. Ну, кладка не доедет. Пока. О, слышишь, у него вышло продолжение. Пишите, надо ли смотреть или нет. Мы посмотрим, сколько людей попросят. Если будет много, то посмотрим тоже продолжение. Я не понял суть игры. Что надо делать? Явно не спасать человека. Смотри, есть такая игра на мобильном. Там тоже, типа, ты хирург. Тебе тут какое-то задание, ты должен его выполнить. Ну, похожее что-то. Ну, здесь-то, смотри, нужно ногу куда-то положить, чтобы дверь открылась. То есть, получается, ему надо резать, расчленить его, положить, и дверь открывается. Ну, это, типа, симулятор. Это, как бы, не пациент. Ты же видишь, их там все бобы зовут. Ты как, знаешь, вот эти манекены, на которых ты отрабатываешь навыки первой помощи. Да. Как это называют? Максимы? Да, но суть в том, что, типа, им-то не спасать его, получается, надо. Нет. А просто отрезать руки, ноги, положить, чтобы дать Да, типа, научиться хорошо резать. Вот, все. Мы, кстати, тоже учились, у нас когда была топографическая анатомия, ну, мы же тоже ходили, у нас был секционный зал, там, получается, тоже лежат трупы, но только не свежие, а такие, знаешь, засушенные. Ну, то есть, ну, реальные люди. Вот. И мы учились там швы накладывать, то есть, там нужно было прямо вот на этих вот мумиях прям шить правильные хирургические швы. Мне было страшно. Не, а что с тобой бояться их? Ну, не знаю. Они похожи как... Мне как-то неприятно. Они как мумии в фильмах, ты их вообще как человека уже не воспринимаешь. Ну, то есть, они на кукол похожи. Нет, вот я только откачивал... Максима. Максима тоже откачивала. Этих манекенов, знаешь, таких, которые оживают. Ой, а у нас был еще... Дышим. Да, да, и они такие корявые, ни хрена не можешь откачать, лампочки эти все поломались, ничего не работает, ты там психуешь. У нас был еще один какой-то крутой манекен, который нам из Германии списали, поэтому нам нельзя было подходить без разрешения преподавателя, потому что если кто-то его поломает, будет. Так, там можно было выбирать заболевание, которым он болеет, допустим, отек в инке. Типа, у него раздувается язык там, типа, и у него начинает он, типа, так вот там прям дышать, типа, такой... Так динамик работает. У него распухает прям язык сильно, ему нужно правильную там первую помощь оказывать. Ну, он прикольный такой. Еще у нас были симулятор родов, то есть, типа, это был кусок женского таза, и такая маленькая уродская тряпичная куколка, такая прям страшненькая, что капец. Жесть. Не младенец, а прям тряпичная. И это, типа, имитация была младенца. Ты должен был его вложить в таз и правильно показать пути, как этот младенец идет, и, типа, принять роды и вытащить его. Вот так вот. Ну, короче, много интересного. На самом деле, я не знаю, мне кажется, в реале это даже веселее делать, чем в игре. Просто не у всех есть возможность, у меня такая возможность была. Но, блин, а на трупах мне не очень понравилась жизнь. Знаешь, почему больше всего не нравится? Вонючая. Они формалином очень обработаны, они токсичные, очень сильно глаза режут. Да и вообще жесть. Они формалином обработаны, и у нас еще было на анатомии, когда ты подходишь, ты должен назвать, там, тебе говорят, на латыни, ты должен, или, там, наоборот, на русском. Достать ей? Нет, показать. Принести, показать? Нет, не принести. А мышца прям надо раскрыть его? Или там мышцы лежат? Нет, он весь сухие мышцы, получается. Нужно раздвинуть, допустим, если она глубокая мышца. Он только в мышцах, у него нет кожи. А, а еще кожу сняли? Да, конечно. Ничего себе. У него только скелет, и наверх мышцы, и ты же как бы на нем мучаешь мышцы, правильно? Нервы есть. То есть ты там должен, допустим, показать нервы, за какой палец отвечаешь. А из-за формалина он не разлагается, да? Да, и поэтому он очень сильно токсичный. Короче, как на Лене. Да, типа того, только Лене с кожей. А этот просто без кожи, нужно именно, чтобы ты мышцы учил нервы. О, жестко. Да, и он очень сильно глаза режет, очень глаза режет, потому что он токсичный, чихать, хочется кашлять, вообще ужасно. Но когда его свежего из формалина достают, ну, он не свежий, он старый, этим трупам лет по 15, наверное, они очень старые, их просто постоянно показывают, студенты их мучают уже, там, они все такие растрепанные, потом их назад в формалин, потом снова достают, вот, короче, там полный трэш такой. Нет, на самом деле, блин, ну, что делать? Как бы учиться-то надо, хоть это и сурово. А еще было такое, что надо было, допустим, мы изучаем какой-нибудь орган, и нужно его вылавливать из тазика с органами. Ты должен прийти, допустим, отправлять ее, принеси печень. Ты такой, там, лазишь в перчатки такие здоровенные, ну, патанатомические, вышла кся. А там тазики, лазишь, лазишь, короче, такой, о, вроде нормально, печень взял и пошел на подносе, и ты на паре. А песен. И песен было, да. Я песен вылавливала, да, когда вы учили песены. Ой, блин, жестко, на самом деле, очень много историй. На этой интересной новости мы закончим. Все, пишите, осмотрите продолжение, вот так, пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.